Редкие и малоизвестные дореволюционные фотографии включил в себя презентованный в областном центре фотоальбом «Белгород» 100 лет назад. Его составители, историки Павел Субботин и Владимир Жигалов, собрали уникальные материалы, 90% из которых не публиковались никогда. На фото здания, не сохранившиеся до наших дней, и портреты жителей дореволюционного Белгорода. В числе первых фотоальбом пролистала Екатерина Ковалева. Вот эта теперь фотография, она хорошее дополнение для изучения ее архитектуры. То есть здесь видны даже такие детали, вот часовня увенчана не просто луковкой какой-то, она увенчана, вот видите, там подобие царской короны, державной, да, царской короны, а уже из нее крест. Часовня Успенско-Николаевского собора не сохранилась до наших времен, зато теперь ее можно будет увидеть на страницах уникального издания. Каждый иллюстративный материал этой книги — открытие в истории дореволюционного Белгорода. Детали черно-белых снимков в подробностях передает технология глубокого сканирования с оригинала. В таком качестве материалы не публиковались никогда. Это как раз пример того, как можно хорошо сканировать уже знакомую открытку и вырезать из нее какую-то часть. Видно, что продают бочки, туиски продают, валенки продают. То есть можно увидеть детали, на которые не обращал ты раньше внимания. Основу книги составили фотоиллюстрации, обнаруженные в одном из санкт-петербургских научных архивов. Историки Павел Субботин и Владимир Жигалов работали над выпуском не один год. Поиски удивительного, особенно в родных краях, — это важная часть не только их книги, но и их жизни. Владимир Жигалов для фотоальбома принес документы из своей частной коллекции. Копии ценных бумаг 19-20 века. Здесь бумаги из моей коллекции Курско-Харкско-Азовской железной дороги, Северодонецкой железной дороги. Атмосферу прошлого невозможно прочувствовать до конца, не взглянув на лица горожан того времени. История Белгорода, как и вся история человечества, это же человечество, это история люди, судьбы. Соответственно, вы знаете, мы в этот альбом вставили портретный жанр. Нам, наверное, тоже очень интересно взглянуть, как вы выглядели. У нас есть детская фотография, очень интересно фотографии деток, есть фотографии стариков, дамы, учащиеся. Такой материал собирали всем миром. Одну из фотографий принесла дизайнер-верстальщица книги Елена Сечкарёва. На снимке дальние родственники. Книга явно, наверное, превзошла даже наши собственные ожидания, именно потому, что каждый помогал в меру своих возможностей. Такая коллективная работа горожан над книгой о собственном, о любимом городе. Поэтому хочется верить, что как те люди, которые старались, чтобы она получилась, так и те люди, которые её возьмут в руки, они будут рады её открыть, они будут рады её прочитать. И для них это будет подарком. Уникальное издание вручили двум нашим корреспондентам, Светлане Немыкиной и Дарье Ослаевой. «Мир Белогорья» давно ведёт краеведческие проекты на своём канале. Программа «Места знать надо», почему так называется. Возможно, эта книга пригодится для создания новых выпусков. А познакомиться с этим уникальным изданием может каждый. Фотоальбом уже ждёт своих читателей во всех музеях и библиотеках Белгорода. Екатерина Ковалёва, Дмитрий Боев. Новости Мира Белогорья.